Музыка 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 Не только за этот год, 14-й, но и за ту пятилетку, которую мы проработали. Мы именно не прожили, а проработали. Сделано очень много. Сегодня я городским депутатам утром говорил о том, что хочется сделать небольшой датчин из такой пятилетки. Какие планы мы ставили, что мы делали. Время стирает очень много и хорошего, и плохого, что мы пережили. Немножко пленку можно восстановить и сделать небольшой вид какого-то воспоминания. Какого-то брошюра, что мы сделали за прошлые пять лет. Потому что и пять лет назад стояли задачи, которые мы выполняли. И пять лет назад мы думали, как же преступить, что делать. Вспомнить наших меценатов всех по годам, что за счет средств меценатов было сделано. И вы слышали эту сумму, она впечатляет. За пять лет мы 360 миллионов рублей привлекли на территории регистративного района для решения социальных задач. Это целый годовой бюджет города Кибисеппо, например. Равен годовому бюджету города Кибисеппо. Город целый год жил за те средства, которые мы привлекли в течение пяти лет. Они были в каждом поселении, пришли на многие объекты, которые находятся на ваших территориях. И опять же, с вами же вместе, с теми депутатами, кто был тогда у огня, мы принимали те иные решения, куда направить финансирование и объекты. Вот поэтому эта работа будет продолжаться. В той или иной мере она будет где-то, может, тяжелая, где-то, может, что-то будет получаться сходу. Время постоянно вносит свои коррективы. Вот эта ситуация, которая сегодня происходит у нас на мировой арене, как мы выйдем с этого положения, наверное, сейчас об этом и говорить невозможно, загадывать невозможно. Но мы должны быть готовыми в любой момент, вместе, сплоченно и дать опору врагу, как говорится. И тут, в общем-то, самим награжданки не оглашать, потому что задач очень много. Избиратели ваши, наши, наказов дали, наверное, очень большую кучу. Каждый из вас эту ношу понимает. И вместе надо дифференцированно, сбалансированно подойти к решениям будущих задач. То, что у нас сформированы абсолютно рабочие органы, абсолютно рабочие, как на уровне района Высший Совет, скажем так, так и муниципалитетов первого уровня. Поэтому здесь нужна дружная, сбалансированная работа, не мериться у кого-чего там больше, а идти сплоченно вперед. Тогда переходим. Отлично. Мы с вами отлично. Отлично с пониманием удовлетворительного, да? Будет есть или не удовлетворительное, или удовлетворительное. Коллеги, тогда кто за предложенное предложение, прошу голосовать. За 16. Администрация Минсковского района, это все сотрудники, мы взаимодействуем, представители комитетов, руководители отделов, простых муниципальных служащих, которые ежедневно работают на главах Минсковского района. Уважаемые депутанты и уважаемые участники заседания. В Российской Федерации местное сомправление гарантируется как федеральными законами, как федеральными органами власти, так и органами власти субъекта Федерации. Это гарантии, экономические, юридические и организационные. Основополагающим базовым принципом, раскрывающим сущность местного сомправления, является его самостоятельность. Органы местного сомправления делены компетенцией, пред Celebration только им. Свободны ее окончания и несут за ее ответственность. Решение представительного исполнительный органов местного сомправления также обязательно для исполнения, как и решения органов государственной власти. Отчет главы муниципального образования Кенигсевска и Муниципальной Ленинградской области о результатах своих деятельностей, деятельности администрации и муниципального кенигсевского района. Это не просто требование закона или устава. Это важнейшая форма взаимодействия власти, бизнес-сообщества, населения, совместное обсуждение итогов развития района, выявления тех параметров и болевых точек, которые волнуют наших граждан. Обсуждение значимых для районов вопросов происходит регулярно и на разных площадках. Сегодняшний отчет – это не только перечисление параметров развития района за год, но и сверка наших представлений и оценок. За сухими строчками и цифрами достойный труд всех граждан Кенгисевского района. Повышение состояния и качества жизни граждан района – это масштабная задача, которую мы решаем шаг за шагом. Выражаю также признательность главным муниципальных образований, депутатам, селедодепутатам, за активное участие в исполнении тех полномочий, которые возложены на наших представительных областях. Уважаемые коллеги, мы с вами 27 февраля 2015 года заслушали отчет главы администрации муниципального образования Кенгисевский, муниципальный район Виктора Павловича Пешкина. Дано много положительных оценок. И не согласиться с этими, полагаю, нельзя. Хотелось бы сказать в целом, да, это положительная, добросовестная работа администрации. Но надо в этом вопросе быть объективной, где в определенной степени она связана с факторами, независимыми от администрации. Это выгодное графическое положение района. Буксетогорском или Подпорожском районам было бы сложнее реализовать такие планы и преодолевать такую работу. Успех Кенгисевского муниципального района, как ни парадоксально выглядит, закладывался в самый сложный для района и города годы. Здесь надо сказать огромные слова благодарности. Вадиму Анатольевичу Густаву, Александру Владовичу Грибкову, Михаилу Борисовичу Корнееву, Льву Григорьевичу Чиликину, Елене Генриху Антонову. Но самый значимый успех, когда был заложен потенциал развития, которым мы сегодня пользуемся в полной мере, принадлежит платформой работе администрации в годы руководства района и города Александру Юрьевичу Дрозденко, ныне губернатором Ленинградской области. 26 февраля 2015 года на заседании правительства Ленинградской области губернатор Александр Юрьевич Дрозденко поставил задачу продолжать работу, направленную на привлечение инвестиций. В связи с этим необходимо отметить, уважаемые коллеги, мы эту работу начали, лежит она в плоскости соответствующих локальных муниципальных обеспечивших заинтересованность инвесторов для работы на нашей Кеннезинской земле. Впереди у нас много новых и непростых задач, которые нам предстоит решить вместе. При условии нашего взаимопонимания, взаимоподдержки, нахождения компромисса, нам удастся продвинуть развитие района еще на шаг вперед, сделать жизнь наших граждан предсказуемой, надежной и комфортной. И главная задача всей команды муниципальной власти не только сохранить, но и приумножить то, что было сделано за эти годы. Спасибо. 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 Спасибо.